Поздравляю вас с праздником, благословенные друзья мои! С Днём Воскресения! Христос воскрес! Некоторые думают, что вера в Бога – это муторное нытьё, стон такой из бездны, будто молчаливая покорность всему и всем является главным религиозным достоинством. Такая безнадёга, описать которую я не берусь. Конечно, в народе вера в Бога представлена в такой примитивной полуязыческой религиозной практике, в которой главные манипуляции состоят в том, чтобы целовать иконы, зажигать свечи, творить поклоны батюшке. И большой список грехов – целая энциклопедия. Нельзя, нельзя, нельзя. А что можно? А спрашивать нельзя. Не дерзи. Кстати, от этой религиозной модели питается политическая власть в стране и штампует всякие глупости, называя их законами, которые в основном состоят из одного слова – нельзя. Но такая религия не имеет ничего общего с христианством. Кстати, христианство, истинное христианство, вовсе не религия. Христианство – это жизнь. А жизнь, настоящая, со смыслом, с целью великой – это Христос. Он так и говорит. Я есть путь, истина и жизнь. Христос, Бог, пришедший к нам, открыл нам смысл жизни. В одном предложении он рассказал о Боге, о своей спасительной миссии, о великой ценности человека и о даре вечной жизни. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, который, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И как выглядит христианство в этом откровении? Бог любит меня. Весь мир – это и есть я. И так Бог меня любит. Понимаешь? Бог и тебя любит. Это же восторг, это же праздник. Однако я слеп, не знаю, зачем живу, что меня ждет впереди. Я во тьме. Бог любит меня. Послал ко мне Сына Своего Иисуса Христа. Зачем? Чтобы спасти. Вот это да. Бог, чтобы спасти меня, послал ко мне Сына Своего Иисуса Христа. Вот это Бог. Действительно, Бог есть любовь. В бездну смерти, где я, пленник греха, трепыхался, пришел Христос. И он, погрузившись в эту бездну, до самого дна, до ада, воскресеньем своим этот ад победил и воскрес. Иисус вышел на волю и до самого неба дошел. До Бога Отца. И вот если я верую в Иисуса Христа, доверяю Ему, то из этой бездны, из ада, Он выводит меня и сопровождает даже до воздворения в доме Отца. Ух ты! Вот это да! Такое христианство интересно. Такая жизнь имеет смысл. Стоит побороться. Я двинул ко Христу. Тогда я уже было дело, захлебнулся грязью разврата, буквально погибал. Обратился к Нему. И ты понимаешь, в раз радость пришла. И всю грязь Иисус смыл, в чистоту одел и свободу подарил. Свобода – это вообще благодать. Слов нет. И сказал, отныне ты, мой брат, я с тобой, ничего не бойся, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. И наступил праздник, ибо пребываю в его любви. Его радость вечной жизни во мне пребывает. Вот это вера. Ни нытье, ни безнадега, но это совершенная радость. Это и есть христианство. Надоело стонать? Устали от бессмыслицы? Противно все? Давай ко Христу. Он и для тебя любящий Спаситель. Истина, истина, говорю вам, верующий в меня, имеет жизнь вечную.